Всем привет, дорогие друзья, мои подписчики! Меня зовут Светлана Гаспорович, и добро пожаловать на мой канал Даун Творчество! В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать своими руками вот такой вот пенальчик. Замечательный пенал, красивый, яркий, и сделан он из старых джинс. Как вы заметили, у меня очень много мастер-классов, на которых я вам показываю, как сделать изделие из джинса. Мне очень нравится этот материал, так как он прочный, он сочетается со многими другими тканями, фактурами, расцветками, и с ним очень приятно и интересно работать. Плюс ко всему, джинсы – это такая вещь, которая есть у всех дома и в больших количествах, и чтобы они у вас не валялись, а приносили вам пользу. Поэтому вы можете видеть на моем канале такие мастер-классы. Но у меня к вам есть несколько вопросов. Скажите, какие бы вы хотели мастер-классы видеть чаще на моем канале? Возможно, вы хотите, чтобы я вам показывала, как делать из очки. Кто-то сумочки, косметички, пеналы, игрушки, чехольчики. То есть напишите, чтобы я знала, что вам нравится и что вам было бы интересно посмотреть и сделать это со мной. Так будет больше пользы от моего канала для вас. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Но я с вами не прощаюсь. Смотрите дальше мой мастер-класс. И до новых встреч с вами! Приступаем к пошиву нашего пенала. Все выкройки вы найдете под видео. Значит, мы краим верхнюю часть нашего пенала из основной ткани, все детали дублируем. И еще нам нужна подкаладочка, какая-то декоративная красивая ткань. Не забываем, все детали дублируем. Еще мы возьмем, выкроем внутреннюю часть кармана. Она у нас может состоять из одной детали. Если мы сделаем сгиб, вы на выкройках это все увидите. А если не получается сделать одной детали, тогда выкраиваем с двух деталей. Обязательно прибавляем припуск на стачу. Кармашек, он также дублируется и будет настрачиваться на подкладочную ткань нашего пенала. Внешний край нашего кармашка будет обрабатываться швом в подкипку. И потом мы будем прокладывать отделочные строчки по намеченным линиям на лекалах. Берем молнию, она будет длиной 25-28 см. У меня молния оказалась неподходящая и длинная, поэтому я ее буду укорачивать необычным способом. Для работы нам еще понадобится косая бейка. Ее можно купить в любом магазине, в швейном магазине, в любой расцветке. Ну, а я буду делать ее сама, поэтому смотрите мастер-класс, я покажу вам. Также для работы мне понадобится отрез джинса для декора. Берем наш кармашек, обрабатываем верхний край нашего кармана. Прокладываем отделочную строчку, после чего мы его настрачиваем на нашу деталь. И прокладываем отделочную строчку по линиям, которые вы видели на лекалах. Расстояние между ними 3,5-3,5-3,5-3,5 см. Убираем все ненужные ниточки, чтобы они нам не мешали. И вот кармашек наш готов. Теперь мы возьмем внутреннюю часть нашего пенала. Как я уже говорила, она может состоять из одной детали, будет со сгибом, либо из двух деталей. У меня получилось двух деталей, все детали наши продублированы. И теперь нам нужно их соединить, поэтому стачиваем их. Когда детали стачены, мы отворачиваем их и прокладываем отделочную строчку. Конечно, у кого данная деталь идет со сгибом, все эти операции делать совершенно не нужно. Проложили отделочную строчку и теперь соединяем наши две детали путем настрачивания одной детали на другую. Сейчас я наглядно покажу, для чего нам нужна была эта деталь. Возьмем нашу основную деталь пеналом. И внутренняя часть пенала будет пришиваться к основной детали нашего пенала. И потом в одном месте она будет подгибаться и стачиваться с основной детали нашего пенала. И чтобы нам точно определить вот это вот расстояние стачивания основной детали к внутренней, нам необходимо замерить его. Мы возьмем, намерим расстояние на основной детали нашего пенала и внутренней части от середины к внешнему краю. Ставим на метки и опять от середины к внешнему краю. То есть в этом месте внутренняя часть нашего пенала будет стачиваться, соединяться с нашим пеналом. Если вам сейчас непонятно то, что я сказала, не переживайте, по ходу работы разберетесь. Все, отлично. Ну и проверим, правильно ли мы их поставили. Складываем нашу деталь пополам и проверяем. Все, отлично. И продолжаем дальше. Ну а дальше нам нужно пришить молнию к нашему пеналу. Значит, берем, располагаем молнию, как я сейчас показала, замочком вовнутрь. А хвостики, которые есть в начале молнии, мы их не обрезаем, а используем. То есть начинаем молнию пришивать сначала с самого хвостика. Пришиваем молнию, не доходя до середины, примерно на 1 см. Со второй стороны делаем тоже, не доходим 1 см. После того, как наша молния пришита, мы сейчас проверим, закроем. Все хорошо получается. И видите, что с обратной стороны у меня осталось такое незакрытое место. Мы закроем его потом. Ну а сейчас берем наши детали и начинаем пришиваться внутреннюю часть детали нашего пенала. Когда будете стачивать, обратите внимание, что не нужно доходить до конца, строчку доводить до конца. То есть нужно дойти до надсечки. Просто таким образом нам дальше будет проще обрабатывать наш пенал. Отлично. Когда мы все с вами сделали, берем, складываем детали лицом к лицу и обтачиваем их. Здесь также не нужно прокладывать строчку до конца. Будьте внимательны. А в конце каждой строчки не забудьте поставить закрепки. Когда мы будем обтачивать наши детали, мы будем работать по такому же принципу с молнией, как и в начале, когда мы пришивали нашу молнию к детали. То есть не доходим до середины на 1 см с одной стороны и на 1 см с другой стороны. И когда мы обтачиваем наши детали, мы делаем обязательно надсечки. Вот я сейчас показываю, что, видите, я не дошла строчкой до конца. Так, делаем надсечки. Надсечки делаем в виде треугольничков. Я во всех своих мастер-классах делаю надсечки. Здесь по такому же принципу, по закругленным частям. И выворачиваем наш пенал. Молния у нас осталась внутри. Мы ее выправляем, вынимаем и проверяем, все ли мы правильно сделали. Пенал наш застегивается, все отлично получается. Следующим этапом нам нужно обработать нижний край нашего пенала. Для этого складываем все наши детали, которые были, все срезы, закалываем булавочками. И в нижней части, где мы оставляли с вами наметку, нам нужно сделать надсечку. Про нее я забыла сразу вам показать. Вот сейчас показываю. Это нужно для того, чтобы наши детали сейчас сложились друг с другом хорошенечко и мы могли их обточать. Сделали надсечку и теперь смело прокладываем строчку. Мне нравится как получилось, очень красиво, ровно и теперь есть такой интересный кармашек. Кстати, в этот кармашек очень легко можно положить и стерочку, и точилку. Так, ну а мы отошли от темы, поэтому продолжаем. Нам нужно проложить отделочную строчку по нашему пеналу вдоль молнии. И когда вы дойдете до середины нашего пенала, там где у нас было отверстие, будьте очень аккуратны, внимательны. Потому что когда будете прокладывать строчку, чтобы она захватила две ткани и было очень ровно и красиво. Поэтому я в своем случае все это заметала сразу. И теперь уже не боясь, что у меня получится неровно, я смело теперь прокладываю отделочную строчку. Все сделали, получилось замечательно. Повторю, что мне нравится. Теперь мы переходим к самому завершающему этапу по шитью нашего чехла. Это обработка нижнего среза нашего пенала. И будем мы его обрабатывать косой бейкой. Косую бейку можно купить в специализированных магазинах, а можно сделать самим. Я сделала сама, потому что у меня в наличии не было бейки. И у меня всегда все мастер-классы, все работы происходят так спонтанно. Я делаю из того, что у меня есть. Поэтому я сделала сама косую бейку. Отрезаю ткань шириной 3,5 и длина 30 см. Ткань выкраивается по диагонали. Складываем ее пополам, заутюживаем, чтобы найти середину. И после крайней среза мы также заутюживаем уже к середине. Вот получилась наша бейка. Теперь этой бейкой нам нужно обточать наш нижний срез. Только сначала уберем все неровности. Припуски срежем до 0,5 см. Берем бейку и один край мы подворачиваем на припуски. То есть, чтобы закрыть вот эту нашу молнию, чтобы она была не видна. Поэтому один край мы подворачиваем и второй накладываем на этот край. Край-край-край, заговорилась. Ну, я думаю, вам понятно. Даже вот потому, что я делаю сейчас. И после обтачиваем. Здесь в данном случае я помогала булавочками. Если вы хотите, то вы можете опять же заметать. Со вторым срезом мы делаем точно так же. Убираем лишнюю косую бейку, которая нам не нужна уже. Подгибаем ее. Тем самым закрывая срез нашего пенала. И прострачиваем отделочную строчку. Вот и все. Наш пенал готов. Осталось несколько нюансов. Таких как молния. Она у меня очень-очень длинная. Я вам говорила в начале. У меня не было другой. Поэтому я ее буду сейчас укорачивать. И по очень необычному такому способу. Обычно укорачивают с верхней части. А я буду укорачивать сейчас с нижней части. Почему именно так? Потому что у меня молния. У нее система замочка совсем другая. То есть она всовывается в замочек. А потом только застегивается. Для моего пенала это совсем не нужная вещь. То есть нужно, чтобы это было все совместно. Поэтому я ее укорачиваю таким способом. И чтобы наша молния не разошлась. Мы подошьем с помощью ниток и иголок. И вот этот вот конец. Хвостик, который у нас остался. Мы его закроем. Возьмем кусочек ткани. Которая у нас использовалась в нашем пенале. Отрезали кусок шириной молнии плюс припуски. И теперь пришиваем. По такому же принципу. Как мы обрабатывали нижний край нашего пенала косой бейкой. Когда прокладываю отделочную строчку по верхнему краю нашей молнии. Здесь, конечно, нужно быть очень осторожным. Потому что иголка будет идти по молнии. И здесь надо либо убавить скорость. Либо очень медленно прошить. Но, конечно, это риск того, что ты можешь поломать иголку. И повредить свою машину. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Наш пенал готов отправиться к юной моднице. И, честно сказать, когда я его делала, моя дочка оценила. Потому что он очень компактный. В него помещается много принадлежностей. То есть туда можно положить и ручки, карандаши, циркули, ножницы, ластики, точилки. Это занимает очень мало места. И такой пенал, кстати, даже очень приятно поставить на парту. Вот. Ну, на этом я не остановилась. Я захотела его еще задекорировать, украсить. И я решила украсить его цветочками. Взяла полоски ткани из джинса. И собираю их на нитку с помощью иголки. То же самое я сделаю и с ленты. Но перед тем, как работать с лентой, не забудьте опалить концы, чтобы они не осыпались. Мой цветок получился немного большим. И остальные я хотела бы, чтобы они были поменьше. Поэтому возьму полоски из джинса и уменьшу их. Вот такие цветочки у нас получились. Теперь мы можем их смело приклеивать и украшать наш пенал. Приклеивать я их буду с помощью клеевого пистолета. Вуаля! Наш пенал готов. Это не единственный мастер-класс, где я показываю, как делать классные вещи своими руками. Вы сейчас можете видеть аннотации, пройдя по которым, вы сможете попасть на мой мастер-класс и сделать вещи своими руками. Ну, а если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень люблю читать ваши комментарии. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч! С вами была Светлана Гаспорович. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok